Не очень-то аппетитно. Банальности, перемешанные со штампами, тушеные в густом соусе ханжества и тупости. Ни один нормальный человек не может есть стоп-блюдо, которое подает на этой неделе Национальный комитет Демократической партии. Мы смотрим просто потому, что это наша работа. До сих пор самое волнующее во всем этом смотреть, как бесстыдно они могут лгать. Профессиональная богачка Мишель Обама уверяла американцев, что ее угнетают. Губернатор Нью-Йорка, проявивший преступную халатность, хвастался, как хорошо он справился с коронавирусом. А потом пришел старый приятель Джеффри Эпштейна Билл Клинтон выступить в качестве партийного рупора морали. Признаемся, просмотр этого вызывал некоторый низменный восторг. Во всяком случае, стоит снять шляпу перед их дерзостью. В Демократической партии не лгут по-мелкому, эти люди идут до конца. Вы застанете их за кражей, и они арестуют за кражу вас, а потом прочтут вам лекцию о том, что совершать преступление невыгодно. Для тех, кто давно изучает мышление либералов, ничто из этого не ново. Левые давно выстроили целую политическую партию на основе фрейдистского принципа переноса. Они перекладывают свои собственные грехи на вас, таким образом очищая свою совесть и обеспечивая себе моральное превосходство. Хитрая уловка. Но она уже стара. Мы знаем, как это делается. Во всяком случае, похоже, что общественность это раскусила. Вчера вечером съезд демократов проиграл в рейтинге развлекательному шоу «В Америке есть таланты». Пара жонглеров с Филиппин, два брата в белых светящихся в темноте головных повязках, показывали на сцене свой номер с йо-йо. И это смотрело гораздо больше народа, чем выступление доктора Джилл Байден. Мы могли бы предсказать, что так и будет. Только ведущая Николь Уоллес хочет посмотреть еще одну речь доктора Джилл Байдена. Кстати, что она за доктор? А то некоторые из нас неважно себя чувствуют. Но и этот вопрос останется без ответа. Что демократам стоило сделать, так это пустить в телеэфир остальную часть своего съезда. Уж это привлекло бы зрителей. Вы, может быть, не знаете, но основная часть мероприятий в рамках съезда проходит в дневные часы. Телеканалы их не освещают. Вы понятия не имеете, что они вообще были. И, конечно же, на то есть причины. Но какая потеря для публики? Если бы вы слышали, что они говорят днем, вы бы уже никогда не стали смотреть их в прайм-тайм. А то и вовсе бежали бы из страны. Последние три дня мы все это смотрели, и сейчас мы покажем вам, что нам открылось. Начать этот вечер мы хотим с молитвы, вдруг прозвучавшей на съезде в понедельник. У микрофона был пастор по имени Фредерик Хейнс. Слушая его слова, сравните их с тем, что вы можете услышать в своей церкви. Вам хватило наглости строить стену, в то время, как статуя свободы в гавани Нью-Йорка говорит, «Дайте мне ваш усталый народ, всех жаждущих вздохнуть свободно». Иисус скажет, «Америка, если ты не возьмешься за ум, ты можешь отправиться в ад». В ад! Голосуйте за Байдена, обреченные грешники, или отправитесь в ад! Очень прямолинейно. Выражался ли Джонатан Эдвардс яснее, или Джерри Фолуэлл? Что бы вам ни говорили, именно демократическая партия сегодня рассадник религиозного экстремизма. Пастор, отправляйся в ад. Хейнс, например, поклонник исламского радикала Луиса Фаррахана. Это люди веры, просто не вашей веры. Но религия не единственный институт, который демократы перестраивают на своем съезде. Они решили, что и клятву верности американскому флагу тоже стоит пересмотреть. И они предлагают новый вариант. Вот он. Я клянусь верности флагу Соединенных Штатов Америки и республики, которую он представляет. Нации, единой перед Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Да. Когда-нибудь эта страна может стать хорошей. Когда-нибудь. Если править будем мы. А так это отвратительное место. Если в руководстве не мы, то Америка ужасна и не стоит того, чтобы ее спасать. Вы это уже слышали. Мишель Обама однажды на это намекнула. В первый раз она гордилась своей страной тогда, когда до власти добралась ее семья. Но по сегодняшним меркам это был очень тонкий намек. На демократическом съезде на этой неделе борец за права трансгендеров по имени Линда Ла Бейха высказала это прямым текстом. Я никогда не чувствовала себя американкой, не знаю клятву верности. Это не мои системы, в том же смысле, в котором это не мой президент. Это не их системы. Дональд Трамп не их президент. Имеется в виду, что это не их страна, если им не нравится человек, сидящий в белом доме. То есть для них или все, или ничего. И в данный момент они склоняются к ничему. Поэтому они, видимо, отдали роль режиссера съезда Колину Кеппернику. Посмотрите. Многие фотографии и видеозаписи, которые вы сейчас увидите, были сделаны до ковид. Поэтому дети и не соблюдают социальную дистанцию. Но аудио было записано в последний месяц. Если можете, встаньте или преклоните колено. Решать вам. Можете преклонить колено. Итак, если вы, как мы, смотрели это достаточно долго, легко забыть, что это на самом деле довольно маргинальные идеи. Посмотрите на данные опросов. Большинство людей с этим не согласны. Большинство американцев любят свою страну. Поэтому они и живут здесь. И многие из них выражают эту любовь, вставая под государственный гимн. Кажется, мелочь. Но для людей это многое значит. Американцы гибли в бою, защищая наши национальные символы. Это банальный довод. Да, но это не просто банальный довод. Это и вправду было. Но на Национальном съезде Демократической партии об этом ничего не знают. И не считают, что об этом следует знать вашим детям. Вот почему они поддерживают уничтожение американской истории. Пусть в этот исторический момент появится больше таких памятников, вместо старых, на которые никто уже не хочет смотреть. Пусть их появление, их запоздалая установка и существование напоминают всем о нашей ужасной, уродливой и болезненной истории обращения с чернокожими в мире. Итак, есть фрагменты истории, на которые никто уже не хочет смотреть, так что мы от них избавляемся. Вы следите за их мыслью? Если нет, напомним, речь идет о том, чтобы стереть американскую историю, переписать клятву верности, высмеять и унизить национальный гимн, превратить христианство в политическое оружие. Сколько у них дел на съезде, но это еще не все. Пришло время для обсуждения конкретных мер, для подробных разговоров о том, как править страной. В прошлые вечера мы показывали вам фрагменты платформы Национального комитета Демократической партии. Например, они хотят закрыть многие тюрьмы в стране, отменить денежный залог для лиц, обвиняемых в преступлениях. Но это лишь маленькая закуска для возбуждения аппетита. Чтобы узнать больше, обратимся к человеку по имени Джей Май. Вам следует знать, что Джей Май предпочитает местоимение «они» и «их». Согласно их биографии в университете Уэйк-Форест, Джей Май — трансгендерная, небинарная, внегендерная королева-король русалок афроамериканского и вьетнамского происхождения, в настоящее время проживающая свою бесконечно эволюционирующую правду в Уинстанциэлеме. Смекнули? Хорошо, теперь слушайте, что говорит Джей Май. Почему люди не могут представить себе мир без копов? Почему люди не могут представить себе мир без тюрем? Почему люди не могут расширить свое воображение, чтобы оно включало в себя общественную помощь? Аболиционистское будущее? Я говорю о настоящем аболиционизме, не о разбавленной версии Национального комитета Демократической партии. Мы говорим об упразднении полиции, об упразднении миграционной и таможенной полиции, об упразднении тюрем. Да, мы говорим об упразднении полиции, миграционной и таможенной полиции, об упразднении всех тюрем, мы воображаем такой мир, мы подаем его вам. Начинаешь понимать, почему они не транслируют это по телевидению. Демократы и их верные лакеи, СМИ, уже много недель говорят вам, что всего этого нет. Вы это просто придумываете. Демократы вовсе не хотят убрать копов. Да, они голосуют за то, чтобы забрать у полицейских департаментов по всей стране миллиарды долларов. Но это вовсе не прекращение финансирования. Это перераспределение. Ничего особенного. Успокойтесь. Но вот, появляется Джей Май и выпускает из демократического мешка целое полчища кошек. И дает вам понять, что да, все ваши страхи оправданы. Мы делаем именно то, что вы подумали. Внегендерные королевы-короли русалок здесь, и все теперь будет по-другому. Смотрите! Субтитры создавал DimaTorzok